Прыгать только вместе. Все наклоны обязательно синхронны. Бежать, держать за скакалку, чтобы участники команды не отставали. В этом году организаторы впервые включили легкоатлетический экстрим в программу праздника. Всего спортсменам предстояло на время преодолеть шесть этапов, на каждом из которых они выполняли силовые упражнения. Первые приседания, выпады, пресс, тачка, это надо за ноги держать, человек, он идет на руках, бёрпи и турник. И между ними кросс. Всего в легкоатлетическом экстриме участвовали 12 команд, в каждой по 4 человека. Между упражнениями никакого отдыха, только бегом от этапа к этапу. Эти соревнования требовали от спортсменов хорошей физической подготовки. После финиша сил у некоторых практически не осталось. Все очень понравилось, очень интересно, увлекательно. Конечно, было чуточку сложно, потому что форму надо подтягивать. Но не только молодежь могла попробовать свои силы в спорте. Особое внимание уделили ветеранам. Помимо интеллектуальных видов спорта, шашек и шахмат, в этом году организаторы включили в программу праздника скандинавскую ходьбу. Небольшая разминка перед стартом и пенсионеры отправились в спешую прогулку по улицам города. Любовь Михайловна Власова впервые приняла участие в таких соревнованиях и осталась довольна проведенным временем. Нам приятно, что город любит праздники спортивные, что поддерживает молодежи очень много сегодня. И мы, в свою очередь, пенсионеры не остались равнодушными. Нам тоже захотелось поучаствовать. Спортивный праздник, организованный ядерным центром, уже давно стал традиционным. На него приходят с семьями. Пока одни боролись за лидерство на дистанции или за игровым столом, другие поддерживали своих близких. С приветственными словами к участникам обратились представители ядерного центра и профсоюзной организации. Этот год в ядерном центре объявлен годом охраны труда и здорового образа жизни. И, безусловно, спорт, физкультура – это наше здоровье, это здоровье нашего предприятия. Всего в спортивном празднике приняли участие около 200 любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Для каждого нашлось занятие по душе. Пока одни обливались потом на беговой дорожке, другие вели молчаливый спор, разыгрывая партии в шашки или шахматы. Программа соревнований составляется с учетом сильных и слабых сторон спортсмена. С одной стороны нужно показать то, что получается лучше всего, с другой – отработать элементы, которые пока западают и даются сложнее. На прошедших областных соревнованиях саровские акробаты поднимались на предистал почета несколько раз. Тамаре Давыдовой не было равных в своей возрастной группе. Саров спортсменка привезла золотую медаль. То, что я заняла первое место – это моя работа на тренировках. Я очень много работала и собралась на соревнованиях, смогла выступить. По итогам соревнований Женя Кульков завоевал золото и первый спортивный разряд. Участвовать в областном первенстве для него уже привычное дело. Но выходя на акробатическую дорожку, без волнений никуда спасает одно – поддержка друзей наставника. Наши все болели за меня. Тренер тоже подсказывал мне все. На чемпионаты первенства области в Нижний Новгород отправились 35 воспитанников спортивной школы «Икар». Соня Голубкова успешно выступила на городских соревнованиях и пришло время показать себя перед акробатами со всего региона. И этот опыт юной спортсменки оказался удачным. Я делала эти комбинации. Я уверена была, что у меня все получится и у меня все получилось. Некоторые попадали, а некоторые сделали более простые комбинации. У меня, если честно, была самая сложная комбинация в своей возрастной категории. В каждой возрастной группе на чемпионате свои критерии. Чем старше спортсмен, тем сложнее программа и выше трудность. Саровские спортсмены привезли с соревнований не только медали и грамоты. У нас вот сейчас выполнили три человека кандидата в мастера спорта. Выполнили. Первый разряд три человека. Один человек подтвердил кандидата. По итогам областных соревнований определился список спортсменов, которые осенью поедут на первенство России в город Старый Оскол. Состав сборной от нашего региона усилит и саровчане. Из ярких водных пистолетов юным пожарным в желтых касках предстояло потушить условный огонь. На одной из станций квеста под названием «Скажем, да, охране труда» ребята вспомнили о правилах поведения при обращении с огнем. По сценарию квеста команды спасали сказочного героя, собирая подсказки по территории лагеря. Этот год в госкорпорации объявлен годом охраны труда и годом безопасности жизнедеятельности. Соответственно, мы руками и ногами за, потому что это семья, а семья без безопасности не бывает. Как вести себя на пешеходном переходе, как пользоваться электрическими приборами и какие правила поведения в быту помогут избежать неприятных ситуаций? На эти другие вопросы участникам квеста помогали отвечать модераторы – друзья безопасности. За правильный ответ они давали командам подсказки буквы, из которых нужно было составить ключевое слово. У нас все получалось, мне очень понравилось и всем ребятам тоже. Надо знать правила безопасности дома, на улице. Алена Сычева заканчивает первый класс. На традиционный семейный заезд в Гайдар она приехала вместе с папой. Александр Сычев даже на отдыхе не выпускает из рук фотоаппарат. Его задача – запечатлеть самые яркие моменты семейного заезда, эмоции победителей и улыбки детей и взрослых. Каждый год по-своему интересен, потому что своя программа индивидуальная, люди и дети разные приезжают. То есть тут уже идет как бы смена поколений потихоньку, потому что в основном приезжает молодежь с детьми, с маленькими. Они вырастают, приезжает другая молодежь с другими детьми, и поэтому всегда очень интересно. В этом году в Гайдар приехало более 300 человек из профсоюзной организации Ядерного центра. Организаторы подготовили для участников множество развлечений на любой вкус. Именно такой семейный отдых дает огромное сплочение коллектива. Ведь когда люди с семьями вместе отдыхают, в этой атмосфере, в этой вот такой неформальной обстановке завязываются новые связи, дружбы. Настроение каково? Городской кинологический праздник прошел в нашем городе уже в седьмой раз. В этом году его участниками стали более 40 собаководов со своими четвероногими друзьями. На праздники были хаски, йоркширские терьеры, ротвеллеры, таксы и представители других пород, как всем известных, так и редко встречающихся в нашем городе. А люди, которые занимаются собаками, им это надо. И хотя бы один праздник организовать в городе, это, наверное, нужно. Но, тем не менее, это нужно еще детям для того, чтобы приучить их, чтобы они видели животных, любили животных и умели с ними обращаться и общаться. Помимо парада пород и стафеты конкурсов, на праздники работала приглашенная из Нижнего Новгорода эксперт-кинолог. Она давала свои рекомендации для подготовки собак к различным выставкам. Я буду обращать внимание на породность собаки, то есть есть определенные стандарты, по которым я буду судить. Также я буду обращать внимание на темперамент и на подготовку, то есть как владелец будет показывать свою собаку. Праздник интересовал не только собаководов, но и тех, кто только мечтает завести собаку. Консультации об особенностях той или иной породы собаководы оказывали всем желающим прямо на месте. Например, Денис Кокошин, владелец хаски, рассказал, что такие собаки подойдут людям, ведущим активный образ жизни. Ну, как бы людям посоветовал, конечно, заводить. Это очень добрая порода, очень ласковая, но с ней, ей надо уделять много внимания, в плане того, что ей пробежаться надо, прогуляться. Не как вот бывает, там, пять минут выйдут, собаку свои дела сделают домой. Нет, с ним где-то с утра я гуляю около 40 минут, после работы прихожу где-то тоже минут 40. И уже вечером основная прогулка порядка полутора-двух часов занимает у нас. По словам Дениса, хаски станет идеальным спутником, любителем велосипедных или лыжных походов. Также собаки этой породы отлично ладят с детьми и редко вступают в конфликт с другими животными. Остались позади долгие часы тренировок перед важными соревнованиями, переживания на старте и ни с чем не сравнимые эмоции на финише. 60 спортсменов – это самый большой выпуск в Дюш-Сыкар за последние 10 лет. В нашей школе вы действительно научились побеждать, добиваться поставленных целей, работать в команде, идти к успеху. Футбол, единоборство, полевая стрельба, легкая атлетика, баскетбол, плавание, прыжки на батуте и двойном мини-трампе. Тренеры спортивной школы ИКАР готовят спортсменов по различным направлениям. Выпускницы Анастасия Никулина и Ксения Кузнецова – первый в нашем городе обладательница звания кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. Художественная гимнастика дает очень многое. Это большой вклад в воспитание, это даже какие-то черты характера, поносливые стажи. Чтобы добиться почетного спортивного звания, девочки посвящали занятиям художественной гимнастикой все свободное время. Годы, проведенные в стенах спортивной школы, были непростыми, признаются гимнастки, но это того стоило. Он был удивительным, очень интересным, в каких-то моментах сложным, но очень насыщенный, увлекательный. И я буду всю жизнь, наверное, вспоминать и ценить это время. Свидетельство об окончании спортивной школы получено. Это значит, что у ребят есть все шансы сделать успешную карьеру и завоевать награды самых престижных чемпионатов. Редактор субтитров А.Семкин